За кулисами культурного центра во все идет подготовка к празднику. В одной гримерке к выходу на сцену готовятся артисты с хантыйским танцем и осетинским. Юные участники фестиваля волнуются, ведь им предстоит донести до зрителя главную мысль. Многообразие культур объединяет. У меня одноклассник татар. У меня есть, ну, у меня даже, у меня бабушка чувашка есть. У меня прабабушка Ненко, а вот одноклассница и подруга Таджучика. Я пожелаю, чтобы все жили хорошо и не было войны. Фестиваль дружбы народов давно стал для Нефтьюганска доброй традицией. Уже не первый год артисты Центра национальных культур дают возможность горожанам узнать больше о самобытности и уникальности различных этносов, населяющих Россию. Я думаю, что в этом зале сегодня мы увидим не просто прекрасное зрелище, мы увидим, как под учительным стеклом самое лучшее, что есть в каждом народе, который проживает в нашем большом национальном городе. Мы живем в великой стране, в самой гордой стране, в самой сильной стране и в самой миролюбивой стране, потому что в России живут в дружбе, согласии, в любви многие национальности. Нефтьюганск можно назвать по-настоящему мультикультурным. На сегодняшний день в городе проживают представители более 110 национальностей. 14 диаспор входят в состав ЦНК. Я очень рад, что у нас армяне наконец-то объединились в национальную общественную организацию УРАРТУ. И сейчас идет процесс оформления документов, равно как и у лесгинов. У них Всемирный конгресс лесгинских народов, нефтьюганское отделение. И я очень надеюсь, что в нашу дружную семью народов России они присоединятся в ближайшее время к нам в ЦНК. Наш город для представителей многих национальностей давно стал вторым домом. Здесь живут, работают и создают семьи чуваши, башкиры, азербайджанцы, белорусы. Фестиваль еще раз подтвердил величие России в ее многообразии. Инна Новикова, Елена Волкова, Дмитрий Шестопалов, телерадиокомпания «Юганск».